Всем привет! Сегодня 8 января, Московская область. Я хочу вас поздравить со всеми прошедшими и наступающими праздниками. Пожелать вам всего самого хорошего. Вообще, январь месяц это то время, когда нужно успеть подготовить и купить семена всех культур для выращивания уже в этом сезоне. Я люблю такие видео обзоры на семена, потому что можно что-то присмотреть новенькое, успеть купить и также вырастить. Небольшой видео обзор на семена цветов я уже сняла. Если кому-то интересно, зайдите, посмотрите. Но сегодняшнее видео будет только о томатах. Томаты я выращиваю в Московской области, в стеклянной теплице. Теплица у меня не обогреваемая. И томаты сортовые и только высокорослые. Сортовые томаты я в основном приобретаю у коллекционеров. Уже второй год я их покупаю у Ганзенс. Мне нравится, как она их упаковывает, само качество семян и томаты соответствуют заявленному сорту. Итак, на сезон 2021 я выбрала 20 сортов. Из них 7 это новинки. Остальные сорта я выращивала, но хочу вам представить сначала новиночки. Все фотографии, которые я буду прикладывать, они, конечно же, взяты из интернета. Это для того, чтобы интереснее было посмотреть. А к своим сортам уже буду прикладывать, конечно, фотографии свои. Сразу хочу вам сказать, что высевать я буду семена с 15 по 20 марта. То есть сроки посева я сдвигаю еще дальше. Обычно я высеваю с 7 по 10 марта. Но у нас в последние годы складывается такая нестабильная погода, что мне проще перенести сроки посева на попозже, чем в теплице играться с рассадой. Закрывать, укрывать ее. Потому что погода очень нестабильная в последнее время в Московской области. Итак, давайте начнем. Первый сорт это Лихач Виллс. Это высокорослое растение с мясистыми, с красными плодами по 200-300 грамм. В этом году у меня много крупноплодных красных томатов, потому что у меня в этом году большая консервация. Закончились соки, соусы, ну и так далее. Кунькани. Тоже высокорослое растение с красными крупными плодами до 400 грамм. Следующий сорт это Итальянский гигант Мистера Ботта. Высокорослое растение с красными мясистыми плодами от 200 до 600 грамм. Эти томаты я специально выбрала для консервации Элизабет Стефанчик. Они небольшие, до 100 грамм. Это для цельноплодного консервирования. Так, этот сорт это уже экзотика. П20 плюс Бьюти Кинг. Это король красоты. Очень интересный томат. Я его выбрала по отзывам. О нем очень интересные отзывы. Внешне он очень интересный. Плоды по 150-300 грамм. Действительно, все пишут, что у него такой сладкий фруктовый вкус, аромат с оранжево-голубыми плечиками. Посмотрим. Но отзывы у него, конечно, великолепные. Так, это я уже купила мелкие томаты. Называется Утренний шмель. Тоже отзывы об этом сорте шикарные. Шикарные, высокорослые, плоды округлоудлиненные, желто-оранжевыми, розовыми полосками. От 20 до 40 грамм. Считается он как черри. Но 40 грамм, все-таки, я думаю, что это томатик ближе к коктейльному типу. Томат Делишес. Я этот томат уже купила на Останкинской. Ездила в магазины, в магазинчике Делишес. Это тоже, как видите, крупноплодный красный томат. Почитала отзывы, мне отзывы очень понравились. И пишет, что вот такая история у этого томата, что он на фестивале в США вошел в топ-10 по вкусу. Делишес. Никогда не выращивала. Это вот новинка. Буду пробовать. Вот как раз вот эти все томаты, которые я вам сейчас показала, красные все, они идеальны будут для соков, для салатов, для соусов, для заливок разных. Потому что они мясистые. То есть здесь воды очень мало, одно мясо. И мало семенные, и крупные. Это то, что нужно именно для вот такой консервации. Где такие еще? Это прям новиночки-новиночки. А в этих всех сортах очень хорошие отзывы были. Ну а теперь давайте я покажу, что я уже выращивала. То, что мне понравилось. И в этом году я повторю. Все семена, конечно, уже собраны мной. Я просто их закладываю в эти же пакетики, чтобы мне было удобнее работать. Первый сорт это тетя Анна. Ой, великолепный сорт. Я, по-моему, на него делала обзор. Это высокорослое растение с красными, очень крупными плодами. Масса до 500 грамм. Это действительно так. Самые первые томаты вообще были, по-моему, больше 600 грамм. Вкусные семян очень мало. То есть если еще и выпускать семена, то нужно прям с одного помидора вы не соберете вот такого количества. Я здесь выпускала, не знаю сколько, но много томатов, чтобы собрать вот столько семян. Томат очень вкусный, очень мясистый, замечательный. Мне он очень понравился. Для соков, для всяких заливок идеальный томат. И в салатах он не течет. Он настолько вот мясистый. Здоровский томат. Семена томата сахарозовые. Я не выращивала его в прошлом году. И позапрошлом году я выращивала тоже. Видите, свои уже семена. Тоже отличный томат. Крупные. Ну, по грамм 400, по 500 точно. Он особенно самый первый плоды. И они, знаете, чем выше, они не намного мельчают. То есть они вот чем выше завязываются, тоже остаются довольно-таки крупными. Ну, розовоплодные, они всегда, мне кажется, томаты-то вкусные. Прям такой сахаристый, действительно, достойный томат. Мне он понравился. Вот в этом году я решила его повторить. Следующий томат – это Чудо Олфорда. Выращивала его в прошлом году. Это томат розовоплодный, такой сердечник. Масса 300 грамм. Да, действительно, были такие томаты. Ну, и помельче, конечно, были. Очень вкусный тоже. Мне понравился этот томатик. Замечательный. Ну, это такие, знаете, томаты именно вот салатные. Такие крупные томаты на консервацию не пойдет. Собственно говоря, как и вот этот вот сахарозовый. Он тоже такой для свежего потребления и для соков. Кто любит розовые соки. Ну, это мой Сан Марцана. Тоже я его выращиваю уже, ну, наверное, 5 лет, как я его буду выращивать. Этот томат у меня четко направлен на то, что я его выращиваю только для вяления. Замечательный. Самый лучший томат, по моему мнению, для вяления – это Сан Марцана. Замечательный томатик. Я его всегда высаживаю 2-3 куста. Мне этого достаточно, потому что он у меня идет только для вяления. А мне этого достаточно. Вот буду высаживать, наверное, в этом году всего лишь 2 кустика. Так, ирландский ликер. Тоже мной выращивался в прошлом году. Ну, года 2, наверное, я его точно уже выращиваю. Зеленоплодный томат. Крупный. Он очень сладкий, сочный. Единственное, как и многие зеленоплодные томаты, он плохо хранится. Это так, знаете, сорвал и съел. Но этот томат в моей семье очень полюбился. Его прям просят высаживать каждый год. Вот, ирландский ликер. Вкусный. Очень интересный. Хотя, когда первый раз я его высаживала, все скептически к нему относились. Говорили, что это за томат непонятный. Зеленая тайная личинка. Я его выращивала в прошлом году. В этом году я его решила повторить. И тоже замечательный зеленоплодный томат. До 300 грамм действительно он такой вырастает. И в отличие от ирландского ликера или еще есть какой-то зеленоплодный, который я выращивала. Вот именно зеленая личинка, я заметила, что она хранится дольше всех зеленоплодных, которые я пробовала. То есть он долго хранится, но при этом у него кожурка тонкая, он такой нежный, замечательный тоже томат. Вкус, вот если сравнивать, да, там такую прям сильно большую разницу я не увидела. Но вот в хранении разница точно есть. Личинка дольше хранится, если сорвать его. И не растрескивается. А ну что и ирландский ликер у меня не трескался, что личинка тоже замечательная. Дикитимианы. Выращивала в прошлом году, вот собрала свои семена. Такое многокамерное, бикалорное, очень красивое, янтарно-зеленое, с розовыми такими вот. Вот как на картинке, в принципе, оно только вживую цвета поярче будет. До 200 грамм, да, действительно, они не такие крупные. Были и покрупнее, там под 300 примерно грамм. Но в основном вот они, да, 150-200 грамм. Это экзотика. Вкусы, такие вкусы экзотические, знаете, особо не опишешь. Они реально вкусные. Ну и надо не забывать, что это томаты, вот для свежего потребления, очень красиво смотрится, если вы просто нарежете на тарелочку, поставите на стол, невероятно красиво. И просто вот в салатах. Вот такой сочный. Семена находятся в зеленом геле, в таком замечательном. Мне он очень понравился. Если, знаете как, он похож даже немножко на черный ананас. Но вот именно дикий тимьян он мне больше понравился. И между прочим, он не высокорослый. То есть у него есть точка ограничения роста. Вот он вырастает, наверное, метр двадцать или метр тридцать, и все. И он останавливается. Я его сажаю с краю. Вот его с краю лучше посадить. Следующий сорт, это сержант пеппер. У меня в семье есть человек, который очень любит этот томат. И я его высаживаю уже, наверное, года три. Вот. В прошлом году я три куста высаживала, в этом году я посажу два кустика. Замечательный томат. Он настолько красивый. Там его полюбить только за внешний вид. Невероятный. Он сердцевидный, мясистый, сахарный. Плоды у него малиновая. В общем, верхушка малиновая, а плечики такие фиолетовые. Очень урожайный. Куст прям такой компактный. Ну, как у всех сердечников. Они такие очень стройные кустики. Листьев мало. Пасынков тоже отдает мало. Томат очень хороший. Сорт черная с носиком от Борисовны. Я просто здесь не дописала еще. Вообще, я покупала его как черная. Не покупала. Я вам сейчас набру. Мне прислала этот томат, этот сорт, зрительница моего канала. И там был сорт черная с носиком от Борисовны. Я собрала свои семена. Замечательный сорт. Великолепный. Это сорт из раздела черноплодных. Он чем-то похож на, сейчас вам скажу, на сорт черное сердце Бреда. Но он вкуснее. Он по массе помельче будет, чем черное сердце Бреда. Потому что у черного сердца Бреда они более крупные. Они сердцевидной формы, плечики темненькие. А, ну, черноплодные. Замечательный томат. Мне он очень и очень понравился. Вязать начал рано. Куст небольшой. Ну, как у сердечников. Замечательный. Южный загар. Это, не смотрите, что так мало семян. Это у меня этих семян очень много. Я выкладываю так, чтобы удобно было с пакетиком работать. Южный загар. Выращиваю, не знаю, лет 5-6. Уже не помню. Семена, конечно, давно собираю уже свои. Замечательный томат. В семье моей любят его все. Этот сорт. Этот сорт не для консервации. Они крупные сами по себе. Оранжевые такого цвета. Сливовидная форма. Ну, очень красивый, во-первых. Прям солнечный томат. И для салатов великолепный. Он настолько мясистый. Там нет жидкости. Вот одно мясо. Семян тоже небольшое, в принципе, количество. И в салатах он не течет. В нарезке просто на стол поставить. Замечательно. И выглядит, и на вкус самое главное. Отличный томат. Абрикосовый бренди вайн. Это тоже выращивала в прошлом году его. Крупные такие. Солнечные, плоскокруглые. Ну, крупнющие плоды. Замечательный сорт. Действительно, вот, ну, великолепный. Мясистые. Кожурка у них тонкая. На кусту у меня ни один томат не трескался. Очень и очень урожайный. Вела я его два стебля. Тоже буду повторять в этом году. Следующий томат. Это томата Берри. Эти томаты мне прислала, этот сорт прислала мне тоже зрительница канала. Я уже, видите, собрала семена. Это черрики красного цвета, похожие как на клубничку. Вела его в три стебля. Можно его в четыре вести. Он потянет, этот сорт. Замечательные маленькие томатики. Я их попробовала даже законсервировать. Великолепно получается. Они очень красиво смотрятся в баночке. Сами по себе они очень вкусные, сладкие. Кожурка у них такая плотненькая, но не жесткая. Они не трескаются. Кисточки такие красиво выглядят на кусту. Замечательные. И ничем не болел. Не болявый томат. И очень мало дает пасынка. Следующий сорт. Это сладкий касади. Я его приобрела. Но этот сорт я уже выращивала, по-моему, года два назад. Я оставляла о нем отзыв, что он мне особо не понравился, этот сорт. Но у меня здесь появились в семье такие люди, которые захотели этот сорт еще, чтобы я раз посадила. И еще раз мы проверили его вкус. Поэтому я семена два года назад не собирала, так как мне этот сорт особо не приглянулся. Вот в этом году мне пришлось купить семена, чтобы посадить и еще раз его распробовать. Хотя вот многие мне писали тогда о нем, что я его не оценила. То есть это сладкие такие черрики, мизинчики красного цвета с золотистыми такими полосочками. Так сам по себе внешне симпатичные. Я его в баночку закрывала тогда, помню. И так просто у меня ребенок ел. Но восторга не увидела. Но в этом году захотели. Ну раз захотели, значит буду сажать. Все. Это 20 сортов, которые я буду выращивать в этом сезоне. Еще хотела найти гибрид Рапопорт. Это черри кистевые. Очень красивые, гибридные. Но так в продаже. На Останкинской я думала его куплю. Но не продают в свободной продаже. Только в интернет-магазине. Но там или лимит надо на какую-то сумму заказать. То есть помимо этих черри мне надо еще кучу семян набрать. Или без лимита, но доставка. В 10 раз дороже, чем этот пакет семян. А в пакетике там по 3 штуки фасуют этого гибрида. Если найду, куплю. Если нет, то это все сорта, которые я заготовила на этот год. У меня на сегодня все. А я вам желаю всего самого хорошего. Пишите комментарии. Пишите ваши любимые сорта. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok